Криминальные новости, аварии и чрезвычайные ситуации. Это рубрика «Место происшествия». С вами Наталья Хмелева. Здравствуйте! Осторожно вас обманывают. Сотрудники полиции продолжают напоминать о правилах финансовой безопасности. Но, как показывает практика, случаев обмана граждан не становится меньше. Жительница Братска отдала аферистам почти 100 тысяч рублей. Сделала это женщина из желания подключить высокоскоростной интернет. Как сообщают в Главном управлении МВД России по Иркутской области, пострадавший позвонил мошенник, который представился сотрудником сотового оператора. Мужчина предложил собеседнице сменить тариф для улучшения качества связи. Для этого необходимо было установить стороннее приложение. Запустив данное приложение, мужчина попросил проверить, работают ли установленные приложения. Я ему сообщила, что все работает. Мужчина сообщил мне, что мой телефон выключится на 40 минут, после чего включится сам. Спустя несколько минут экран моего телефона потемнел и длительное время не работал. Осознав, что экран смартфона не работает, я забила тревогу. После выполнения всех инструкций, женщина обнаружила, что с ее банковской карты похитили 93 тысячи рублей. Полиция напоминает, что для смены тарифа не требуется установка сторонних приложений. А договор на обслуживание сотовым оператором бессрочный и в продлении не нуждается. Цифры статистики. С начала 2024 года почти 10 тысяч жителей Приангарья перевели телефонным мошенникам около 2 миллиардов рублей. И стоит отметить, что злоумышленники используют разные схемы обмана. Предложения заработать на инвестициях, звонки от сотрудников банков, спасение денежных средств и помощь пострадавшим родственникам. Правоохранители фиксируют также всплеск подделок мошенниками, профилей и пользователей в мессенджерах. Главный способ сохранить свои сбережения – положить трубку, если речь собеседникам зашла о деньгах. Продолжим выпуск темы аварий. В Иркутске сотрудники госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии, в которой погиб ребенок. Известно, что 71-летний водитель допустил наезд на несовершеннолетнего, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП ребенок 9 лет скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи. На месте происшествия работает следственная оперативная группа. Уважаемые участники дорожного движения, госавтоинспекция призывает вас неукосительно соблюдать правила дорожного движения. За прошедшую неделю в Иркутске и Иркутском районе зафиксировано 15 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых травмы получили 16 взрослых и двое детей. Один несовершеннолетний погиб. Основные причины аварии – превышение скорости, невнимательность за рулем, непредоставление преимущества в движении пешеходу, несоблюдение очередности проезда. На этом у меня все. С вами была Наталья Хмелева. Берегите себя. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин